О неровеснике железнодорожную больницу основали в тот же год, когда появилось первое железнодорожное сообщение между Тулой и Москвой. Это было в 1867-м. В юбилейный год поздравить врачей приехал президент РЖД Олег Белозеров. Ему и губернатору Алексею Дюмину рассказывают об истории работы медицинского учреждения. Сейчас здесь в основном лечат железнодорожников, а в 30-е годы прошлого века поликлиника больницы обслуживала весь привокзальный район. Это свыше 100 тысяч человек. Лечебные традиции продолжает и нынешнее поколение врачей. Лучшие получают ведомственные и областные награды. Это важная и ответственная профессия, отмечают Дюмин и Белозеров. Оба руководителя сами из семи медиков. Железная дорога никогда не приходила в территории. Одна она всегда приходила, чтобы сделать территорию лучше. И здесь, в Туле, в год открытия сообщения между Москвой и Тулой, вы знаете, в тот же год была открыта и больница. Это успехи железной дороги в полной мере зависит от вашего труда, от того, насколько здоров наш коллектив. Ирина Сергунина лечит пациентов от сердечно-сосудистых заболеваний почти 30 лет. Она в числе награждаемых пришла сюда сразу после ординатуры. За ее практику успели усовершенствоваться методики лечения, диагностики. Но по-прежнему важно слушать и слышать пациента, чтобы поставить ему правильный диагноз. Врачи, которые не владели нашими методиками, ни ЭХО, ни УЗИ, ни ЭКГ, они на основании вот только этого могли ставить правильные диагнозы. И если ты это не соберешь, ты не знаешь, что дальше делать с пациентом. РЖД – важный стратегический партнер Тульской области, говорит Дюмин. Железнодорожными путями для перевозок пользуются предприятия региона. Идет активное сотрудничество с областным правительством и по социальным вопросам. За два последних года РЖД в безвозмездное пользование передало региону сразу несколько значимых социальных объектов. Дом культуры, детский сад, стадион. Участвует транспортная компания в продвижении тульских товаров. При содействии Алексея Дюмина в этом году тульский пряник стал продаваться в поездах. Как символ сотрудничества на церемонии награждения лучших работников РЖД, губернатор юным железнодорожникам преподосит многокилограммовый тульский пряник. Компания РЖД уделяет большое комплексное внимание безопасности своей инфраструктуры. И мы надеемся, что наши вокзалы с начала 2018 года будут оснащены необходимыми средствами технической безопасности. Это важно и нужно непосредственно в период проведения чемпионата мира 2018 года. Вариантов для развития совместных проектов много и в РЖД, и в правительстве региона уверены. Все задуманное будет воплощено в жизнь. Так для удобства тульских пассажиров в прошлом году обновили подвижной состав. В этом раньше срока закончили подсветку железнодорожного вокзала. Надежда Милюхина, Руслан Кравченко, Роман Тюкин, Первый Тульский.